Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, Лев! Большое за приглашение. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего разговора. Я бы сказал, диалога вы тоже участвуете в этом общении, и я рад буду слышать ваши вопросы. Да, друзья, чат работает, как всегда. Мы в прямом эфире, и, соответственно, все вопросы, которые вы зададите, я прочитаю. Заранее прошу вас, как всегда, когда у нас есть гость, в основном постараться ориентироваться на тему эфира и на гости для того, чтобы гость максимально чувствовал ваше внимание. Говорим мы сегодня об экономике. И все те, кто сейчас понимают происходящее и в нашей стране, и в мире, видят, какие колоссальные проблемы экономика испытывает. Когда происходят проблемы с людьми, заболевают люди, к несчастью умирают люди. Это вызывает очень острую человеческую реакцию, огромное переживание, и это истории трагические. Когда останавливается бизнес, останавливается предприятие, становятся на грани банкротства, прекращают работу, прекращают выплачивать заработную плату, прекращают платить налоги в бюджет, фактически умирают предприятия. Это не воспринимается огромным количеством людей со стороны как трагедия. Между тем, это настоящая трагедия, и безусловно, безусловно, для десятков миллионов людей в нашей стране коронавирус это не только смертельная опасность, смертельная болезнь, но и угроза работе, угроза доходу, угроза всему тому привычному образу жизни, который сложился у нас, в общем-то, даже не годами, а десятилетиями. У нас сегодня особенный эксперт Владимир Зубов возглавляет ТПП Псковской области с 1994 года, я не ошибся? Нет? Не ошибся. И входит также в Центральную контрольно-ревизионную комиссию ТПП России, более того, является ее председателем. Поэтому общая картина ситуации с бизнесом, с промышленностью, с большим бизнесом в нашей стране Владимиру также доступна. В ТПП Псковской области входит около 350 участников, среди них крупные для Псковской области промышленные предприятия, но есть также индивидуальные предприниматели, учебные заведения, фермерские хозяйства. То есть, собственно говоря, ТПП Псковской области – это сегодня крупнейшая общественная организация, представляющая интересы бизнеса в широком плане экономики. Поэтому у меня вопрос к Владимиру самый первый. Что сейчас делает ТПП в ситуации, когда экономика едва не остановилась, а где-то почти остановилась, и при этом предприниматели и бизнес требуют от правительства решительных действий? Что Вы делаете? К великому сожалению, сейчас основная работа ТПП заключается в выдаче, вернее в анализе ситуации по обращениям бизнеса, по многочисленным обращениям бизнеса, по свидетельственной ситуации форс-мажора. Потому что в данных условиях их бизнес считает, что он имеет право на свидетельственные данные ситуации и тем самым минимизирует свои издержки по выполнению тех или иных контрактов, по невыплате каких-то штрафных сенсов, по получению какой-то помощи от государства в отстаивании своих интересов в суде. Потому что такой ситуации не было никогда за время, по крайней мере, той экономической реальности, в которой мы с тобой живем. И в данном случае у нас больше 300 обращений за конец мая, апрель и за 25 дней мая мы говорим о том, что из этих более чем 300 обращений реально подтвердить ситуацию форс-мажора, исходя из анализа, это кропотливый анализ по каждому обращению реальных контрактов, которые заключены, анализ решений местных органов власти об объявлении тех или иных отраслей, скажем так, рабочими, нерабочими, кому разрешили выход на работу, кому не разрешили, кто работал без, скажем так, ограничений, кто до сих пор находится в ограничениях, и вынесение своего решения о том, можно данную ситуацию считать форс-мажором или нет. Это, естественно, очень большая доля обращений арендаторов к арендодателям по конфликту ситуации, особенно в торговых центрах, где большое количество арендаторов попали на такие условия, что работать они не могут, а арендную плату, в общем-то, тем или иным способом платить надо. Вот это основное занятие сейчас, плюс торгово-промышленная палата ни на один день не прекращала. Да, я хотел сказать, что все вот эти вот свидетельства, несмотря на серьезнейшие затраты на труд юристов, анализ всех этих договоров, торгово-промышленная палата выдает бесплатно. И в этом плане это не является нашей какой-то коммерческой составляющей. Приносящая доход деятельности. Да. И что получилось в итоге? 300 обращений. В итоге получилось, что вот только пять организаций. Пять из трехсот. Пять из трехсот. Это говорит о том, что не все понимают сущность такого понятия, как форс-мажор, что оно исходит только из выполнения или невыполнения обязательств по конкретному договору. Нет договора, нет обстоятельств форс-мажора, на которые оно может влиять. И, естественно, все это зависит от совокупности, скажем так, действий и самого участника данного договора, того законодательства, которое принимается органами федеральной власти, и как это законодательство адаптируется или трансформируется органами региональной власти. И все это вкупе позволяет с точностью судить, есть здесь обстоятельства форс-мажора, освобождающие от штрафной санкции или же их нет. Опять же, штрафный форс-мажор не освобождает от конечного исполнения данных договоров в последствии. Смотри, вот 300 обращений, из них по пяти вы смогли установить обстоятельства форс-мажора. Рабитражный суд принимает, я так понимаю, ваше заключение как объективное. И, соответственно, остальные 295 предпринимателей, которые обратились в ТПП, не получили тех заключений, которые ожидали. Да, мы им объяснили, почему. Вы объяснили, почему. Смотрите, вот есть бизнес, который пострадал очень сильно. Вот есть понимание, насколько это соотношение 5 к 300 похоже на реальное соотношение помощи государства, реально пострадавшему бизнесу, по постановлению правительства, указам президента и так далее. Вот какая часть бизнеса пострадала на самом деле, и какая часть получает сейчас государственную помощь, поддержку, меры защиты и так далее. Соотношение тех, кому нужна помощь и тех, кому она фактически оказывается. Ну, если подходить, скажем так, некими методами сравнительного анализа и говорить в относительных единицах, то по нашим таким аналитическим расчетам в Псковской области пострадали где-то две трети действующего бизнеса. Всего. Две трети серьезно пострадали, более того, вот эти вот, скажем так, потери, издержки, мы сходим, это более, уменьшение их оборота, уменьшение их выручки более 30%, то есть 30, 50, у некоторых до 80%, а некоторые вообще 100% потеряли свою выручку, потому что они не могут по объективным причинам выйти на работу, потому что им просто запрещается это делать. Вот из этих, кому вообще запрещено работать, сколько из них может получить ваше положительное заключение в обстоятельстве форс-мажора? Один из десяти, один из пяти? По сути дела, если у них есть неисполненные договора, потому что договора публично-оферты, они не являются бумажными договорами. Обстоятельства форс-мажора нужно свидетельствовать только в отношении тех договоров, которые заключены на бумаге. Поэтому те, у кого бумажных договоров нет, они вообще лишаются возможности получить заключение об обстоятельствах форс-мажора, чем бы они ни занимались. Вот, можно поставить вопрос? Такая юрисдикция. Вот эти общеизвестные, по сути дела, вещи, их знает весь бизнес, их знает суды, их знает прокуратура, которые их знают все. Правительство знает? Уверен, что да. Тогда почему принимаются решения, которые ничем этому бизнесу не помогают? Это что, некомпетентность, равнодушие, спешка, непонимание масштабов потерь, что это? Здесь вопрос, скажем так, не ко мне. Почему? Потому что если анализировать объемы, скажем так, тех рекомендаций, тех просьб, тех, наверное, призывов войти в ситуацию с бизнесом и, в общем-то, каким-то образом дать возможность бизнесу в этой ситуации почувствовать реальную помощь государства, они доносятся вот все. Насколько я знаю, более, вот было раз, два, три, три транша предложений. И отдельно, вот каждая организация, которая представляет интересы бизнеса, я не говорю в этом случае не только о торговой промышленной палате, это и Российский союз промышленников и предпринимателей, это и деловая Россия, и опора Россия. Мы все консолидировано видим, ну, проблемы-то, в общем-то, у большинства бизнеса все одни и те же. Мы отправляем, но прислушиваться к ним не всем. Скажем так, в пакет из общей сложности из этих 400, которые были высказаны, в той или иной мере попало, ну, наверное, не больше 40-45 предложений, которые нашли какое-то реальное отношение. Я считаю, что это реальное соотношение из тех просьб. То есть, понятно, что большинство просьб это некие, скажем так, как теперь принято называть, хотелки, но эти хотелки растут не на пустом месте, они растут из конкретной ситуации, которая сложилась у бизнеса. И как тому же самому бизнесу выходить на работу, если получается, что прежде всего он должен выплатить заработную плату для сохранения того коллектива работников, который есть за свой счет, а потом он должен пойти и получить кредит в банке. И не факт, что ему дадут беспроцентный этот кредит, который когда-то, через 6 месяцев, все равно необходимо будет вернуть. Но я считаю, что вот и не только я, большинство, скажем так, и юристов, и тех людей, которые имеют отношение к делу, считают, что вынужденные рабочие дни люди за то, чтобы получить свою оплату или, скажем так, сохранить тот же самый уровень финансовой, скажем так, способности, они получают незаработную плату, потому что она не заработана, они получают, по сути дела, субсидию или они получают пособие. И в данном случае, по крайней мере, грех брать с этой субсидией НДФЛ, потому что, ну да, доходы есть, но это вынужденные доходы у человека, который он не заработал. И плюс еще все взносы фонда, из которых, по сути дела, они эти субсидии и должны получать. Вот это вызывает некое недоумение, но оно, по крайней мере, было нивелировано тем, что было предложение, что наиболее пострадавшие отрасли могут получить за апрель-май в размере мрот неполной заработной платы. На одного человека. Мрот на одного человека. При условии. Да, вот эти вот условия, как называется, ищите нюансы в, скажем так, мелочах, вот они как раз и проявляются. Одно, второе, третье, то есть ограничения для того, чтобы можно было. Это не просто так вот, ты просто попал и получишь поддержку. Получается, что пострадавшие отрасли определяются по формальным акведам, которые не сам предприниматель. Откуда могла появиться идея пострадавшие отрасли определить акведами без какого бы то ни было экономического, статистического или даже правового обоснования? Как это возможно? Вас вообще спрашивали, допустим, спрашивали, когда делали постановление правительства о мерах поддержки? Нас сразу сказали, пожалуйста, присылайте те акведы, которые считаете, что наиболее в этом. Объем отправок или перечень тех акведов, он практически покрывал всю таблицу возможных акведов. Тогда сказали, нет, вот так не пойдет, давайте выбирать наиболее пострадавшие. А вот сколько из 20%, 10%? Был какой-то критерий? Нет, я не знаю этого критерия, но вот те акведы, которые прописаны, в данном случае именно по ним ориентируется налоговая, и в данном случае по ним ориентируются и банки, и другие организации, через которых проходит вот этот, должен проходить мощнейший финансовый поток помощи. Кстати, где этот финансовый поток? Вот данный финансовый поток... Можно ли его посмотреть? Да. Кто его видит? Формально есть, якобы, Внешэкономбанк гарантировал выплаты всех вот этих вот пособий, субсидий и прочих, скажем так, кредитных ресурсов, но для того, чтобы к ним пробиться, ты должен пройти некий... Некое минное поле. Да, минное поле. Доходят не все. Не все, не все. Вот доходят единицы, может быть, те же самые 10% из того, что возможно. Ну вот говоря... Зачем так? Вот можно простое вопрос, который задают все предприниматели. Почему так неразумно? Может быть, было эффективнее даже помочь кому-то, кому эта помощь не нужна, но охватить помощь большинство тех, а лучше всех, кому она нужна на самом деле. Вообще, сам принцип окладов, он же не единственный принцип, которому можно оказывать помощь. Есть же более значимые... К счастью, он единственный. Есть очень простая вещь, которая проверяется и которую, скажем так, тот же самый компьютер налоговых служб может выдать на раз. Это уменьшение выручки, скажем так... Падение реализации. Падение реализации, уменьшение доходов, уменьшение выручки при той автоматизации процесса внедрения электронных касс, онлайн-касс. Сейчас все это находится совершенно вот в прямой доступности у налоговиков. И если бы взять за критерии истинные потери, которые получает бизнес, уровень снижения, пусть это будет 30%, пусть это будет 50%, но это будет реальный, объективный критерий, по которому... Почему не пошли посмотреть, и как это... Я так понимаю, что мне сложно судить за правительство, за ту мотивацию принятия решений, которые есть у них, но я так понимаю, что в основе пока есть, в общем-то, некое такое суждение, что бизнес он изначально хитрит. И поэтому нельзя идти у него на поводу... И пользоваться его данными. Да, давайте, да, скажем так, методом последовательных итераций мы приблизимся к тому, что вычленим ту группу, которая действительно пострадала. И вот один из таких итераций, не самый лучший, это АКВЭД. Понятно, что ранее, до этого момента на АКВЭД мало кто обращал внимания. Вообще не обращали внимания. Потому что самое главное, это было получение прибыли. Это работа в том направлении, которое приносит максимальную прибыль. Если, например, фабрика «Славянка» получала прибыль от пошива костюмов, сейчас эти костюмы, скажем так, в меньшей степени нужны, чем защитные костюмы для тех же самых работников медицины или маски, или какие-то другие предметы. А они приходят на другой вид деятельности. Но их будут судить, пострадали или не пострадали, попали они в этот АКВЭД. А у кого были эти АКВЭД? Или тот же самый Псков Полимер, который выпускал резиновые сапоги, резиновый обувь, а сейчас тоже шьет. И многие другие предприятия, которые, по призыву правительства, переключились на выпуск защитных средств. АКВЭД один основной, другие дополнительные. Это может не иметь никакого отношения к фактическому основному виду деятельности. И АКВЭДы все равно берутся в качестве критерия. Это не может быть специальным планом, чтобы отсечь большую часть предпринимателей. Вот такая вот идея, что от здесь они точно не просочатся. Не уверен, что это может быть специальным планом. Это насколько нужно иметь, скажем так, желание наступиться на горло бизнесу. Я отвергаю вообще вот это вот подобное, скажем так, суждение по той простой причине, что правительство не может не понимать, что в принципе экономика была в состоянии всех граждан зависит от бизнеса. Какой бы он ни был, самый маленький, до самых, скажем так, крупных госструктур. Нелегко сейчас всем. И поэтому вот в усилиях не дать ему упасть до точки невозврата, это должно быть самое основное сейчас дело всех тех, кто принимает решения. Здесь, может быть, даже не важна правильность решения. Главное, чтобы была скорость. Если ты видишь, что решение в этом неверно, поменяй. Сделай так, чтобы было как нужно, чтобы бизнес получил все-таки вот ту поддержку, которую он должен. Хочу видеть себя министром торговли Российской Федерации. Не хочу, чтобы меня кто-то еще в этом видел. 3 апреля правительство приступает, издает первую версию своего постановления. Затем каждые 10 дней оно меняется. Сегодня 25 мая. И все признают, что спустя фактически 2 месяца, через неделю будет 2 месяца с момента издания первой редакции этого постановления, все признают, что оно до сих пор не является оптимальным и нуждается в дальнейшей оптимизации. Время. 2 месяца. Для очень многих представителей бизнеса это критичный невыполненный срок при отсутствии финансовых запасов. Скорость изменений чем обусловлена, почему так медленно, почему не сразу то, как разумно? Я понимаю, что это вопрос не к ТПП. Ничего не могу сказать. Более того, я как раз высказался о том, что скорость принятия решений является неким критическим параметром, который обязательно нужно учитывать. Почему? Потому что бизнес не может откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня. Это нужно сделать здесь и сейчас. Потому что в глаза смотрят те люди, с которыми ты работал многие годы. И когда ты не можешь выполнить перед ними те обязательства, которые, в общем-то, должен выполнять, то объяснять каждому, почему ты этого сделать не можешь. Потому что они слышали, что ты должен это сделать, просто обязан. Откуда ты возьмешь эти деньги, уже не важно. Ты их должен взять. Вот как ты закроешь эти расходы и чем, это тоже уже не важно. Ты должен это сделать. Почему? Потому что и я их, в точку зрения, понимаю, у них семьи, которые нужно кормить. Или мы остаемся... Либо, скажем так, мы ищем какую-то возможность подработать, что-то сделать. Или нам сразу, скажем, пойдем собирать грибы и ягоды, что называется, засаживать огороды для того, чтобы надеться только на себя, а не на твои предпринимательские обещания. Вот конкретная ситуация, совершенно конкретная, государственные гарантии по банковским кредитам. Всем пострадавшим предпринимателям, почему они работают? Госгарантии. Понятно, что государство где-то прогорит, что не все вернут и придется отдавать государственными деньгами. Но это естественно, ничего другого в экономике не может происходить. Почему государство в этой ситуации не решилось прикрыть собой бизнес? В данном случае, опять же, вопрос не ко мне. Для меня это настолько естественный ход. Так или иначе, нужно понимать, что любая экономика связана с движением денег. Подстегнуть любую бизнес можно только спросом на ее товары или услуги. Для того, чтобы этот спрос появился, у людей должны появиться деньги. Каким образом? Вертолетная раздача этих денег, скажем так, в виде субсидий, субвенций. Я не знаю, больничных листов или еще чего-нибудь. Но деньги у народа должны появиться. Если нет воды, то ты и не напьешься. Если есть вода, то ты и напьешься, скажем так, и будешь думать, что делать с излишками этой воды. Вот для бизнеса деньги являются и водой, и кровью. Нужно людям выдавать деньги, ну прямым, вот миллионам людей, которые сейчас остались без работы, остановились вынуждены. Вот прямая раздача денег, адресная. Я считаю, что те люди, которые находятся в жестоких условиях нехватки средств для своего существования, просто обязаны получать эту помощь. Потому что именно понимание в том, что твоя ситуация в семье, в жизни ухудшилась настолько, что ты, обладая всеми способностями, которые были востребованы ранее, не можешь их продать, работодать, или получить за это адекватное, скажем так, вознаграждение, оно приводит к тому, что люди начинают в это думать, а как раньше жить? И поэтому у многих есть боязнь возврата каких-то лихих 90-х лет, о том, что будет способны ли в нынешних обстоятельствах они защитить себя, свои семьи. Вот в чем вопрос. Или, скажем так, пуститься во все части тяжкие для того, чтобы каким-то образом достать себе средства для разумного прожития. Вот все. Вот эта ситуация никоим образом не должна быть допущена. Прямой вопрос. Нужно было объявлять чрезвычайную ситуацию в стране в конце мурта? Вот с самого начала. ЧАЭС и брать на федеральный бюджет ответственность за экономические потери? Вот, Лев, ты ответил сам на вопрос, потому что брать ответственность за экономические потери, видимо, государство было не готово, поэтому был выбран серединный вариант, самый легкий, когда пока эту ответственность переложили на бизнес, в надежде о том, что какими-то компенсационными выплатами части бизнеса эти потери будут возмещены. Очень часть. Как происходит возмещение, пока мы не можем сказать, что все эти задумки и все эти желания, которые даже были озвучены, они достигли цели. Здесь сложно разбираться, где на каком этапе прохождения командного решения идет стопор, но мы можем констатировать, что многие-многие из тех предпринимателей, которые обязаны просто получить эти деньги, они по многочисленным причинам не могут этого получить, потому что они якобы не относятся к пострадавшим. Как это пробить? Явно времени осталось немного. Люди напрямую говорят, что они закроются вот 1 июня, просто съедут со всех площадей, разработают договоры аренды, объявят работников, что все, все закончено, и просто будут переживать это время лично сами. Не факт, что они вернутся в экономику с точки зрения производства добавленной стоимости, К сожалению, это понятно, и вот такого развития событий хотелось бы избежать. Именно срочностью принятия решений, возможностью четкого точечного гашения вот таких вот очагов возмущения, недополучения, если что-то не стыкуется, надо очень быстро отдать возможность на местах принять решение по какой-то помощи конкретному направлению бизнеса в конкретном регионе. Пока вот это вот не произошло, все происходит исходя из тех нормативных норм, которые выработаны федеральным правительством, инференцированным через законодательные акты регионального правительства. И, к сожалению, мы будем опять пытаться исправить ситуацию, когда вот этот вот исход бизнеса станет массовым. Но это уже будет поздно. Почему? Потому что войти в одну и ту же реку, как мы знаем, невозможно. И когда бизнесом принимается решение о сокращении количества тех предприятий, которые работали по данному направлению, их консолидации, переходы, скажем так, в другое направление бизнеса, это уже совершенно другая история. Это вынужденное решение, которое принимается под гнетом тех обстоятельств, которых могли и не быть. Давай к Псковской области. Мы один из беднейших регионов России. Меры поддержки, которые приняты областным собранием депутатов, это выпадающие доходы по патентам, по вмененному налогу, по налогу на имущество для определенной категории предпринимателей. В сумме это меньше 200 миллионов рублей из тех мер поддержки, что уже приняты выпадающие доходы. При этом объявлено, что общая сумма выпадающих доходов областного бюджета уже превысила 6 миллиардов рублей за 2,5 месяца. Что может сделать такой регион, как Псковская область, помогая своему бизнесу? Мы чем еще можем помочь из того, что мы еще не сделали? Вот возможности областного собрания депутатов, губернаторов, в целом региональных властей. Что, на ваш взгляд, можно сделать? На взгляд такой помощной палаты и на твой взгляд лично? Ну, это было сказано уже в нашем разговоре. Нужно выработать некую собственную точку зрения, отношения к бизнесу. То, что не могла сделать федеральная власть, наша региональная власть может предложить. И мы предлагаем на каждом заседании оперативного штаба отойти от тех же самых окладов, что-то включить дополнительно. Мы имеем это право решить сами? Нет, мы имеем право решить сами. К сожалению, мы не имеем. Мы имеем право ходатайствовать. Я знаю, что такие обращения, письма идут. Очень много обращений. Бизнес пишет тоже. Российская Федерация, так и администрация пишет. Это не значит, что в администрации сидят бяки-буки, которые ничего не видят, ничего не хотят. Они видят, они хотят, они, естественно, пытаются сделать что-то, что в их полномочиях, что в их возможностях, исходя, как правильно было сказано, из тех реалий бюджета, которыми обладает наш регион. Не будем сравнивать с соседями, у которых эти реалии более существенные в денежном отношении, и там помощь, она более адекватная. Поэтому в данном случае я бы не стал каким-то образом пенять региональную администрацию в том, что она, скажем так, избегает диалога или, скажем так, не идет на... или делает вид, что не понимает, понимает, видит и старается делать то, что в их силах, но не в их полномочиях. Хорошо. Вот как помыть сейчас предпринимателям фактически это продажа одежды и обуви? Аквет старый, 3 цифры, 4, 7, 8. Дальше 4-5 цифры им не присвоили, налоговая сама производила эту реформу. Выяснилось несколько лет спустя, что это была жизненно важная реформа. Теперь, не имея 4-5 цифры аквета, предприниматели полностью выпали из мер поддержки. Срочно дать возможность, время для предпринимателей, для того, чтобы они в заявительном порядке внесли изменения. Они уже это сделали. Если они это сделали, значит, это учесть. Но они это сделали после 1 марта. Им говорят, до 1 марта вы должны были успеть догадаться. Ну вот догадаться никто не мог. Никто не мог догадаться. Да, только Господь Бог может предвидеть те обстоятельства, которые... И то есть некоторые сомнения, что с коронавирусом... Да, в данном случае надо изменить позицию и дать возможность все-таки, исходя из фактических реалий, которые подтверждаются теми же самыми справками, отчетами, которые передаются в Фонд социального страхования, ежедневно подтверждая основные направления деятельности и тот объем выручки, который по ним получим. Все. Вот эти вот данные, они должны быть базисными для определения тех отраслей, которые пострадали. А не пресловутые коды АКВЭ, которые для большинства это некая китайская грамота. Все-таки, как растущаться до правительства в эту ситуацию? Что еще не сделали все? Бизнес, депутаты, торговая помещенная палата, РСПП, все кто угодно. Что решающего не сделано, если мы не добились? По-моему, сделано все. Теперь получается, что каким-то образом на это необходимо обратить внимание первого лица, для того, чтобы он в ответном ходе обязал правительство. Да, обязал правительство. Потому что вот эта мера, скажем так, персонально-коллективного разума, она работает реально. То есть нужно дойти до Нового Оголева. Осталось дойти до Нового Оголева. Так, понятен ответ. Давай несколько конкретных ситуаций по Псковской области, которые нас всех коснулись и которые известны. Конфликт между собственниками торговых центров и индивидуальными предпринимателями. Сотни предпринимателей, арендующие вот эти малюсенькие клетушки в торговых центрах. Они все остановлены за 28 марта. А потом пошел очень странный процесс. Сейчас, если зайти в любой торговый центр, вообще половина торгового центра работает. Цветы, пожалуйста, куча всевозможных магазинов, связанных с детскими товарами, пожалуйста. То есть перечень товаров в первой необходимости оказался таким, что торговые центры заработали наполовину, а наполовину не работают. Люди спрашивают, где справедливость? У них маленькие торговые отделы, они могут заводить туда по одному человеку. Они говорят, ну дайте нам работать, мы больше не можем ждать. Мы не попали под пострадавших. Мы можем спасти только сами себя. И при этом у них требуют аренду, как правило, за месяц вперед. И им заявили, что их обстоятельства не являются, к слову, в начале разговора, обстоятельствами непреодолимой силы. То есть если они обратятся к вам, вы им не выделите заключение о том, что они подпадают под эти обстоятельства. Скорее всего. В зависимости от того, какие договора заключены. В зависимости от того, какие договора заключены. Я понимаю, но учитывая статистику 5 из 300, я думаю, что 99 из 100 не получат. Вот как быть с этими людьми? И вообще, как быть с этим конфликтом, который оказался конфликтом бизнеса с бизнесом? Власти говорят, вообще мы не взвешиваемся в отношении бизнеса между собой. Но основной вопрос в наших с тобой рассуждениях, он все-таки касается уровня доверия, взаимопонимания той ситуации, в которую попал бизнес. В данном случае у арендаторов, у арендодателей, у них противоположные интересы. Одни заинтересованы подольше и подороже сдавать недвижимость, другие заинтересованы, скажем так, естественно, работать дольше и желательно заключить договоры по аренде поменьше, чтобы у них больше оставалось прибыли. Но это хорошо, и все это работает тогда, когда есть прибыль, когда есть покупатели, которые… Когда ситуация win-win. Должны действовать, в общем-то, разумный подход любого бизнеса к бизнесу. Понятно, что не сладко тем и не сладко другим. Нужно идти на взаимно-компромиссные решения. И именно разумные арендодатели, они идут на снижение, понимая, что лучше удержать якорного арендатора или, скажем так, маленькие компании в качестве платежи, как хоть какой-нибудь арендной платы и пойти на снижение, нежели чем получить пустые места, некое обозвление от недопонимания на будущее и потерять данного клиента. Это понимание есть у собственников такого центра? Начало было очень тяжело. Сейчас оно уже есть. И в большинстве своем, когда дискуссировался вопрос по решению Государственной Думы, как же все-таки вот этот конфликт интересов урегулировать, все-таки большинство, в том числе и в Псковской области, за исключением тех арендодателей, которые имеют недвижимость здесь, но находятся, например, в Тресской области или где-то в другой, они категорически, если не на какие-то компромиссы, и тем самым, я думаю, что подставили себе мало, кто с ними в будущем из арендаторов будет продолжать отношения. Только на разумном понимании ситуации, анализе ее, можно принять адекватное решение. Более того, было продекларировано о том, что те арендодатели, которые пойдут на такой шаг снижения, они могут получить на, соответственно, 50-ти процентное снижение долгого имущества, которое существенно, это раз, и во втором, эти суммы серьезно могут повлиять и на платежеспособность самого арендодателя. Вот это хороший шаг государства навстречу. Ну и будущее, вот такие вот сложные времена заканчиваются, площади... Точно заканчиваются. Не будем же мы лично жить в этой ситуации, пусть, скажем так, не завтра, не в июне, не в июле, но когда-нибудь они философски-то подойдут к своему концу, вот и будет найдено решение данного вопроса. Однозначно, жизнь не остановится, и слава Богу. Иначе, зачем мы о чем-то рассуждаем, если мы должны прийти к какому-то глобальному катарсису? Ну, не будет такого, вот, однозначно. И должны понимать, что добрые отношения, они потом вернутся с Торицей, и одно, и другое сражение. Какая вот эта экономика Псковской области пострадала больше всего от кризисов? Однозначно. Там, где предполагаются массовые сборы. Это все, что связано с теми же самыми зрелищными мероприятиями, раз. Затем, значит, естественно, туристический сектор, потому что границы закрыты, и регионы даже были закрыты, нет некуда отправлять. В связи с этим пострадали и автомобильные, но транспортные отрасли, ввиду того, что никто никуда не ездит, некого перевозить. Уменьшаются там на третий, даже больше, объемы перевозок, если мы говорим про авиацию, или более чем наполовину, если мы говорим про железнодорожный транспорт и автобусное хозяйство. Вот эти вот направления, естественно, вся непродовольственная розница, которым просто запретили этим заниматься. да, а они имеют непогашенные, скажем так, долги за поставленный товар, он хранится там на складах или где-то. В результате не факт, что платежеспособный спрос именно на эти группы товаров, ввиду сезонности, он может восстановиться. Необходимо проводить обмен или еще что-то там. То есть для бизнеса это столько хлопот и забот, что многие просто сейчас находятся на грани решения, а стоит ли этим заниматься вообще. Да. Может быть, просто закрыть. И по объявлениям, которые появляются по продаже бизнеса, недвижимости или вот этого, идет колоссальный, скажем так, всплеск, продается все. Теперь можно купить по сходной цене любой бизнес, любой, скажем так, торговый центр, гостиницу, все что угодно. Легче продать вопрос в том, что у кого есть деньги. Возможно, скажем так, иностранные гостиничные сети или эти сети, которые занимаются арендой, издачей в аренду недвижимости, с учетом разницы в курсе, вот это будут некие лакомые кусочки для потери данных объектов для российского бизнеса и перехода для иностранных. Слово внешнеэкономической деятельности, что с ней происходит в период закрытых границ? Что выжило, что не выжило? Если выжило, то как? Ну, во-первых, надо сказать, что в целом по России за 2019 год объем импорта составил 240 миллиардов долларов. Это колоссальнейшая сумма. По всей стране? По всей стране, да. За один год. Это та зависимость, в которой мы находимся от поставок импортных комплектующих сырья, всех тех товаров, которые не производятся у нас. Несмотря на импортозамещение, которое у нас проводилось, к сожалению, вот те ситуации с отечественными аппаратами искусственного дыхания, оказалось, что отечественные в них в основном корпусные именования, а начинка все-таки она китайская. И в результате того, что нет поставок комплектующих оттуда или они проходят, скажем так, нити, которые были заказаны, приходится искать какие-то, скажем так, аналоги, заменители. Вот мы имели ряд трагических ситуаций, с которыми сейчас в принципе производство остановилось. И это говорит о том, что не всегда вот такой вот тех поход к импортозамещению приносит должный результат. Давайте вот мы стоим на государственной границе. У нас три государства. Латвия, Эстония и Беларусь, с которой уже границы, дороги просто перекопаны эскалаторами, чтобы, не дай бог, никто не просочился. Вот при такой ситуации с границами, какие товары передвигаются, какие компании выживают в этой ситуации, несмотря на все ограничения? Потому что мы видим, что машины и из других регионов, грузовые машины, фуры, и из других государств через грузовую область как шли, так и идут. То есть этот бизнес каким-то образом смог адаптироваться к ситуации? Да, он смог адаптироваться, потому что на международные перевозки не действовали ограничения. Особенно это касается автомобильного транспорта, те экипажи. которые двигались при определенных уровнях защиты и всего остального, так же как и дипломатическим работникам, не было запрещено пересекать, потому что понятно, что полностью изолироваться от внешнего мира невозможно, так как и внешнему миру невозможно изолироваться от нас. По всем контрактам, которые были заключены, по тем товарам, которые не подпадают под санкции, выполнение договора заключенных в 2019 году, сейчас происходит без остановки. Более того, промышленный сектор в основном, если прекращим работу, то на какое-то короткое время и наш промышленный сектор, в том числе и в Европе тоже. Во-первых, все необходимые, скажем так, товары для жизнеобеспечения и для, скажем так, безопасности граждан они производились. Это не только пищевой группы, но и всех остальных, которые обеспечивают безопасность людей, в том числе и фармацевтическая промышленность, и медицинская, и все, что связано с электроэнергетикой, с любыми видами энергетики и всего прочего, 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 ремонтом автотранспортных средств, движного состава. Вот это все работает, и мы получаем комплектующие запчасти, в том числе и для компьютерного оборудования, иначе произойдет тот коллапс, которого не хочет никто ни в одной стране. Поддержание системы жизнеобеспечения государства и, скажем так, безопасности граждан и в целом стран, это является первоочередной задачей, в том числе и продовольственная безопасность, в которой тоже то, что не производится у нас, мы также получали по тем контрактам, которые заключены были до введения вот данного режима из-за рубежа. Вы видите, что ни мандаринов, ни апельсинов, ни бананов, это не стало меньше. Не стало. У нас они не растут. А таможня справляется? Таможня справляется, но объем, поток в таможне, он достаточно снизился именно потому, что, соответственно, нет новых контрактов, потому что их невозможно заключить. И более того, сейчас произошла изменение, динамика цен изменилась к худшему, то есть цены возросли на основную группу спроса. Давайте поотвечаем на вопросы людей. Друзья, я хочу вас заранее предупредить, что Владимир Зубов все-таки специалист именно по экономике, поэтому с вашего позволения вопросы, не связанные с сегодняшней темой, я отложу на свой следующий эфир. Нас спрашивает Иван Миншинин, предприниматель из Хантамансийска, наш постоянный участник. Комментарий по сообщению РБК. Минэкономразвитие предложил дать малому и среднему бизнесу возможность до 1 июля уточнить кодов на новые виды деятельности, чтобы претендовать на поддержку. Достаточно ли это решение? Я считаю, что вполне достаточно до 1 июля. Есть время, весь июнь, это то, о чем мы говорили. То есть, все-таки, не в наших головах рождаются такие идеи, они нормально, скажем так, доходят до тех людей, которые принимают решения. Я приветствую это, потому что любой здравый предприниматель может нанести необходимые корректировки для того, чтобы все-таки попасть, вернее, подтвердить, не нужно здесь что-то подтасовывать. Все соответствует действительности. Здесь необходимо показать то, что соответствует действительности. Я считаю, что это должно действовать с 1 января. Это уточнение должно фактически применяться ко всему году. Ну, по сути дела, это должно начать действовать с момента объявления, скажем так, режима повышенной готовности, потому что до этого... Режим вводился в разных регионах в разное время. С начала марта. В основном это было после 5 марта. Да, совершенно так. Поэтому март, апрель, май и на последующий период, пока мы не выйдем на, скажем так, отрапортуем, что все, вирус миновал, и мы готовы в дальнейшем... Оптимистично. Продолжить. Вопрос Андрея Силантьева. Будет ли торгово-промышленная палата добиваться введения понятия форс-мажора в трудовые отношения, в трудовое законодательство? В данном случае будет, наверное, несколько иной процесс. Сейчас отношения между работником и работодателем, они ведут, скажем так, свою социально-защитную функцию со времен Советского Союза. Да. Главным работодателем было государство для того, чтобы притянуть работника к государству и уменьшить его возможности для быстрой смены работы. Сейчас существует требование, чтобы в случае сокращения персонала нужно за два месяца его предупредить, затем дать возможность выбора из тех вакансий, которые имеются. Затем, если не нашли поднимания, и он ушел на биржу труда, еще в течение двух месяцев оплачивать ему среднюю заработную плату, и только потом он начнет получать компенсацию от государства через службу занятости населения. реальный бизнес, особенно вот в тех условиях, в которых ни бизнес не виноват, и вот эти удовольнения не спровоцированы самим бизнесом, они спровоцированы обстоятельствами. Непреодолимые силы. Да, по сути дела непреодолимые силы. Он не может, у него нет средств, у него нет заработка для того, чтобы, скажем так, спонсировать своих работников за нерабочее время. И в данном случае, я считаю, что честнее дать ему возможность, как я сейчас знаю, что какие рассматриваются возможности изменения в трудовой кодекс, чтобы время для предупреждения было две недели. Две недели предупредил, потом наступает увольнение, вот и потом уже... Это получается поддерживание? Да, в данном случае для того, чтобы снять время залезания в долги... Именно сейчас. Ситуация повышенной готовности. Именно сейчас ситуация готовности, ну и на будущее. Если мы идем, скажем так, вернее, уже давно пришли к рынку труда и рынку, скажем так, бизнеса и всего остального, то возможность миграции персонала должна быть максимально облегчена. Можно вопрос? И если работник не нужен работодателю, то должны быть разумные рамки для того, чтобы разорвать трудовые отношения. Но тогда должен быть рынок труда? Должны быть рабочие места, куда человек может перейти. Ну вот сейчас получается, что рынок невостребованного труда будет увеличиваться, а рынок востребованного труда будет сокращаться. То есть получается вот такая дилемма, которая однозначно повысит объемы, которые необходимо тратить государству на содержание этой армии безработных. Так вот, чтобы ее не получилось, почему не дать возможность бизнесу за те же самые государственные деньги, но не через фонд безработных, а вот с организмом персонал напрямую помочь людям? И в этом я хотел как раз сказать. Это очень важный шаг, который был сделан, когда было сказано, что бизнес все-таки имеет возможность взять под 2% на оставшееся время, начиная с 1 июня и до конца текущего года, деньги под 2%, но не более, чем те же самые пресловутые МРОД, на количество людей работающих. И получать эти деньги, скажем так, каждый месяц. То есть это будет некая кредитная линия. И в конечном итоге, если ты не сократишь более чем 10% персонала, 90% сохранишь, то тебе после отчетности, которая будет в апреле месяце за первый квартал, увидят, что за 2020 год численность народа не сократилась, ты помимо этой минималки, естественно, используя их труд, доплачивая, вернее, это не является даже целевыми деньгами, это как бы поддержание бизнеса для того, чтобы он оплачивал не меньше минимальной заработной работы, сохраненному персоналу, и тогда и объем вот этих денег. А это вот мы просто просчитали, на примере нашей организации, где работает 20 человек, мы можем получить до миллиона двухсот пятидесяти тысяч рублей, если насчитывать эти два процента, ну пусть будет это миллион триста пятьдесят тысяч, и в конечном итоге на эти деньги поддержать сотрудников, и в принципе, сохранив их, потом от государства получить эту субсидию. Но право на получение этих кредитов обладают только предпринимателей, действующие в пострадавших отраслях. Мы опять приходим вот к этой селективности, которая обрубает девяносто процентов от отрасля. Мы сразу сказали, что вот эта вот селективность, тем более, когда она определяется по АКВДам, не приведенным в норму, это является очень губящей для бизнеса. Она совершенно, скажем так, неадекватно оценивает реальную ситуацию на рынке и ситуацию тех потерь в бизнес-отраслях, которые имеются в настоящий момент и, по сути дела, приводят благие намерения наших органов власти к их неисполнению. Потому что, ну, никому помогать получается. Сколько должна протлиться вот эта пауза для того, чтобы протест бизнеса стал массовым и его все-таки услышали? Потому что есть такое впечатление, что пока это выглядит как письма отдельных организаций защиты бизнеса, письма предпринимателей из разных регионов, но какая-то вот критическая масса еще очевидна, по мнению правительства, не пройдена. Хотя вот то, чем написал Иван о том, что уже Минэкономразвитие откликнулось на ситуацию, означает то, что ухо достигнуто. Вот что еще необходимо сделать для того, чтобы решения были приняты немедленно? Активность всех организаций, которые представляют интересы бизнеса, активность местных региональных администраций, потому что они, как никто другие, видят то плачевное состояние, в котором находится их местный региональный бизнес, и они понимают, что на субвенции, трансферты жить гораздо сложнее, нежели чем создать нормальные условия для сохранения бизнеса, и в данном случае это более контролируемый элемент, чем запросы на получение денег. И ответственность к этим деньгам, я считаю, что разные. Те деньги, которые получены в регионе, скажем так, они гораздо ценнее. Ну, фактически осталось не очень много времени для того, чтобы эти решения были приняты. Ведь пока не будет решений правительства, регион тоже не примет своих решений. Это все взаимосвязано. В данном случае, слава богу, у бизнеса есть право определить, насколько ему дальше жить и существовать. Способен он взять на свои плечи ту мужу, которая временно передала ему государство, обещав потом подсобить. Либо, скажем так, рухнув под тяжестью этой ноши, расписаться в бессилии и сказать, я сделал все, что мог, но уж дальше извините. Вот такая ответственность бизнеса. Андрей Силантьев спрашивает, как торгово-помощная палата относится к деятельности прокуратуры, которая штрафует бизнес за заключение гражданскоправных договоров вместо трудовых, без заявления, то есть без жалобы со стороны работников по факту заключения таких гражданскоправных договоров. Ну, идет речь идти к оптимизации налогообложения. Здесь все очень просто. Как бы мы ни считали, но есть законодательство, которое регулирует отношения, в том числе и в трудовом праве. Если эти отношения подпадают под понятие гражданскоправных договоров, они являются закамуфлированной, скажем так, работой на постоянку, то тогда они имеют право на жизнь. И понятно, что я не буду объяснять детали, как должны быть составлены договора, где четко должна быть указана задача, время исполнения, форма оплаты. Если задача одна и та же повторяется из месяца в месяц, форма оплаты два раза в месяц или один раз по пятого и двадцатого, то понятно, что это никакие не гражданско-правовые договора, а по сути дела уход от налогообложения. Не приветствуем мы вот такой вот вариант. Всегда должна быть разумный подход к заключению любых договоров и этих в частности. Это особенно, потому что является предметом пристального внимания со стороны инспекции по труду. Спасибо. Вопрос от Вадима Лейбина. Еще одна вполне сознательно созданная, но вот Вадим резкая. Пишет, подлянка с субсидиями индивидуальным предпринимателям. Необходимо быть в реестре малых и средних предпринимателей по состоянию на 1 марта, но в СМП данные в этом реестре обновляются каждое десятое число месяца. Соответственно, тот, кто оказался в этом реестре после 11 февраля, уже не попадет под мир поддержки. Вот факт обязательности нахождения индивидуального предпринимателя или какого-то иного предприятия, общества с ограниченной ответственностью, в государственном реестре малого и среднего предпринимательства. Насколько это действительно объективный критерий, который должен использоваться при оказании помощи? Я считаю, что это не объективный критерий. Это совершенно надуманный. Почему? Потому что есть другие более объективные учеты в той же самой налоговой службе, где видно, чем занимается и как. Есть такой реестр. Если предпринимателю не было необходимости в него вступать, его никто обязать в это не мог. Но когда именно нахождение в этом реестре является определяющим признаком получения той или иной помощи, я считаю, что это идет сегрегация совершенно по неочевидному признаку. И это должно быть изменено так же, как принято решение об изменении кодов АКВЭД. А при введении их в нормальное состояние, значит, тоже индивидуальным предпринимателям надо дать возможность себя вписать, тем более, что это их личная инициатива. Регистрация в этом реестре не является обязательной. И в данном случае, я считаю, что корпорация МСП, которая ведет данный реестр, преследует свою цель, не мы тем так катанем, получить тот оптимальный реестр, реальный реестр, который есть. Но нужно сказать, что на составление этого реестра у корпорации были получены серьезнейшие деньги. Могли бы составить. И, в общем-то, я считаю, что составив этот реестр, они обязаны следить, в общем-то, за актуальностью этих данных, которые там находятся. И это не должно быть квалифицирующим признаком для попадания или не попадания в, скажем так, под меры поддержки. Те предложения, которые торговая промышленная палата давала в правительство, касались качества введения этого реестра? Конечно. Почему? Потому что на этапе становления этого реестра торговая промышленная палата всех регионов принимали активное участие в наполнении этого реестра теми бизнесами, которые были. Это было три года назад. За это время многие появились новые предприятия какие-то, ушли, перестали существовать. То есть актуализация любой базы, это является основой того, кто эту базу ведет, содержит, который ее использует. Нет актуализации, это просто мертворожденная база. Антон Камулов поднимает важную тему, тему политики Центрального банка. Вот пишет ряд деликатных моментов, показывает, что главу Центрального банка, возможно, скоро сместят с должности там обвинение в адрес госпожи Набиулиной, что у нее было намерение вранить курс рубля к доллару до 120, есть оценка торговой повышенной палаты эффективности политики Центрального банка вот в этой кризисной ситуации. Делается то, что нужно, или не то, что нужно, или не так? С учетом статуса Центрального банка, статус это довольно специфический, оценить его деятельность можно только одним критерием. Вообще, в законе о Центральном банке положение четко записано, что Центральный банк должен поддерживать стабильность национальной валюты и стабильность экономики данного государства. Это в каждом, не только в нашем. Но мы видим, как это поддерживается. Что называется, ну, комминс, рубль находится в якобы свободном плавании. Все, что мы от этого имеем, мы имеем только одно. Что, по сути дела, биржевые игры на валютном рынке оказались внезапно фантастически выгодны. Они не просто фантастически выглядят, они просто убили и убивают нормальную экономику, которым нужно зарабатывать деньги реальными, а не воздушными деньгами. Все легче делать деньги на биржевых спекуляциях, нежели чем в реальном бизнесе. И мы видим, какие потоки переходят теперь в сферу биржевой торговли, биржевой игры спекулятивного сделок. Это какое-то лобби, которое давит на Центральный банк? Или это политика Центрального банка, она так и видит финансово-денежную сферу? Не могу ничего сказать за Центральный банк. Есть другие, кто определяет, насколько данная политика соответствует задачам государства. В конечном итоге они предлагают кандидатуру руководителя банка и оценивают работу данного банка с учетом задач развития государства и сохранения стабильности национальной варенции. Вопрос адресный у Леонида Виноградова по Псковской области. Есть ли в Псковской области какие-нибудь крупные инвестиционно-строительные проекты, реализация которых может состояться после завершения эпидемии? Может состояться или уже, скажем так, ведется? Давайте пусть уже ведется, будем надеяться, что они выживут и после коронавируса. Ну, будем надеяться, это действительно так, потому что ряд объектов уже введем, в том числе мы говорим о том, что практически более чем в два раза увеличилась мощность Великолугского мясокомбината, переработка растет, скажем так, количество в данном направлении они выходят на свою проектную мощность. Теперь у нас есть большой проект, который называется «Титан-полимер», где в Моглино-2 напротив строится первое... Который вызывает очень разные общественные оценки, очень полярные, мягко говоря. В данном случае нет поводов, которые бы говорили о том, что те, скажем так, критерии, по которым оценивается экологическая безопасность данного объекта, они ложные или, скажем так, выданные, высосанные из пальца. Есть те документы, которые выданы органами, которые должны эти документы контролировать и выдавать. Будем надеяться, что нет повода, скажем так, вводить в заблуждение граждан, ибо раз завод строится, значит, здесь ему работать, здесь ему необходимо находить поддержку и в работниках, и в бизнесе, который будет все равно сопутствующим, все они самостоятельно сделать не могут, поэтому мы видим, как они обращаются по субконтрактингу к другим организациям Псковской области для вовлечения их, собственно, в этот процесс, это 14 миллиардов рублей. Это достаточно серьезная сумма, которая будет вложена в первую, вторую, третью очередь данного строительства. Насколько я знаю, сейчас завозится уже оборудование. Мы говорили о том, что завозится через границу современнейшее оборудование из Германии и Франции, которое будет будет там установлено. Затем мы говорим про те же самые торговые центры. Не вызвало опасений у Леруа Мерлин, они продолжают строительство своего гипермаркета, но вызывают опасения, что данный магазин, когда он будет веден в строй, по сути дела, положат конец, наверное, рынку на алмазные и другим вот таким вот точкам, где многие-многие малые и мелкие предприниматели... Сейчас имеют свою нишу. Да, имеют действительно свою нишу. Вот вопрос, буквально здесь, вопрос о торговых центрах. Александр из Ярославля предлагает, спрашивает, может быть, отказаться от торговых центров. Опыт показал, что пожар-пандемия убивает сразу весь бизнес. Имеется в виду и торговый центр, и арендаторов торгового центра. Может быть, это неэффективная форма организации бизнес-пространства, или избежать невозможно? Торговые центры нужны. Леш, ты же понимаешь, что у нас есть великое право, право выбора. И если мы считаем, что мы можем выбрать торговый центр, вот, и видим в этом выгоду, значит, выбираем торговый центр. Теперь, как говорят, на ошибках учиться, и обжопчастно на молоке дует на воду. Я почему-то уверен, что сейчас все-таки бизнес будет выбирать более осторожные моменты с точки зрения ведения торговли. И понятно, что вот эта вот скучность, которая имеется в торговых центрах, оно, скажем так, из, в общем-то, мощнейшего стимулирующего фактора. И преимущество. И преимущество, да. Потому что там огромный поток потребителей. Да, да, да. Сейчас переходит в разряд факторов высокой опасности. И вот это на нашей подкурке не так быстро уйдет. И не только у тех, кто хочет торговать, но и у тех, кто хочет покупать. То есть фактически идет о подмечении всего уклада отношений. Мы сейчас даже не представляем, как все вот эти психологические наши установки, они поменялись. Меняются, вот сейчас меняются. Поменялись и меняются, и будут меняться в зависимости от того, насколько, скажем так, глубоко мы почувствуем ту степень и персональной, и общественной опасности, которая нам грозит при таких пандемиях. Интересный вопрос. Кандалеза Геген, у нас много участников под псевдонимами, это нормально, предлагает вообще отменить налоги для индивидуальных предпринимателей и, собственно говоря, с этой помощью помочь им выжить. Как вы относитесь к такому радикальному предложению? Ну, я думаю, что такое... То есть, если какая-то позиция ТПП общая, и твоя позиция лишняя? Я считаю, что это правильная совершенно позиция, которая касается индивидуальных предпринимателей. Если по самозанятым такое решение уже принято, все налоги за 2019 год... Да, только они были всего в четырех регионах, эти самозанятые. Ну, боже мой, ну, это подались такой помпой, ну, беда. Пусть, пусть ли с помпой, но, по крайней мере, регионы отчитались, что они вернули. Вот с 1 июля самозанятые будут адаптированы по всей стране и Псковской области в частности. Я так понимаю, что этот режим будет распространен и на 2020 год для тех псковичей, которые также будут... Понимая, что в этом году с них налоги никто брать не будет. И я считаю, что и индивидуальные предприниматели... Был бы хороший ход от государства, если бы... После дела их приравняли к самозанятым. По налоговому статусу. По налоговому статусу, по крайней мере, на вот этот тревожный период. Понял, спасибо. Два вопроса от Дмитрия Якулева. Первый. Какова обстановка в сельском хозяйстве Псковской области, очевидно, имеется в виду сейчас ситуация кризиса в связи с эпидемией? Ну, конечно, очень разное сельское хозяйство. Есть великолугский свиномонстр и есть маленькие фермерские хозяйства. Но все это сельское хозяйство. Я вам хочу сказать, что все сельское хозяйство себя чувствует гораздо лучше, чем могло бы быть. Почему? Потому что в любом статусе их продукция востребована. Более того, ни одно крестьянское фермерское хозяйство или переработчики не подали под запрет, потому что продовольственная безопасность, они являются ее... То есть их никто не останавливал? Да, их никто не останавливал. Единственная проблема, которая могла быть, она касается семенного материала, который в большинстве своем мы получали из-за границы. Если поставки запаса были сделаны заранее, то это вообще не имеет никакого отношения к весенним полевым работам. Тот же самый селекционный материал, который получали для селекции животных, он тоже имеет решающее значение. И вот пока границы закрыты, многим просто не привести то, что им нужно. В этом может быть проблема. Но те, кто племенное стадо себе поставил и имеет возможность нормального расширения стада, они, по сути дела, находятся в выигрыше, и объемы на переработку постоянно законтрактованы. Я знаю, что те предприятия, которые занимаются переработкой и молока, и мяса, и производством, скажем так, овощей, выращивания зеленой продукции, они все, скажем так, еле успевают удовлетворять спрос. Кратно возрос спрос. Видно по ситуации в магазинах, пустых полок нет. Нет. Полки заполнены, по-довольственному кризису нет. Это очень хорошо, боялись пустых полок, тем более был такой ажиотаж с показом того, что происходит за рубежом. Но, слава богу, розничная торговля и оптовая торговля не допустила этой проблемы, и это моментально сняло все страхи. Еще один вопрос Дмитрия Яковлева. Почему Вы считаете, что протекционизм по отношению к бизнесу, а не по отношению к работнику, более разумен в России? В Финляндии, например, наоборот. Финляндия имеет возможность, скажем так, может быть, прожить без бизнеса, хотя я сомневаюсь. Но я исхожу из того, что если будет работник, а не будет, скажем так, его рабочего места, не будет тех сумасшедших людей, которые составляют 5-7% на свой страх и рез за свои собственные деньги, открывают бизнесы, рискуют всем, создают рабочие места, то, к великому сожалению, любое государство не может всех принять на бюджетные должности. А работать как-то надо, и налоги кому-то зарабатывать надо. Как я говорю, к сожалению, ни одно бюджетное учреждение, предприятие, скажем так, не создало на рубль товарной продукции, с которой бы были уплачены налоги. Это создает реальный бизнес, и слава Богу ему, что он создает. Поэтому будет бизнес, будут рабочие места, будет заработная плата, вот, скажем так, в отношении объемов возможностей оплаты, заработных плат, вот это уже можно говорить о том, что первично предприниматель, скажем так, или работник, ну, вот есть самозанятость, есть индивидуальное предпринимательство, занимайся тем, что ты считаешь нужно, и бери все риски востребованности своего продукта на себя. Не нужно тогда, тогда не нужно будет ни залогов, ни других, как бы, компаний, а если они есть, и ты видишь, что ты готов идти туда на работу, будь готов к тому, что когда твой труд будет уже не нужен по объективным причинам, тебе нужно будет искать что-то другое. То есть гибкость должна быть исходя с другой стороны. Вот бизнесу сейчас, кто будет помянулить слезы, сказано, что, извини, по авентуриям лучше не нужен. Вот, давай-ка, ты будешь заниматься генерацией электроэнергии, или, например, запуском космических кораблей, естественно, он не готов скажет, нет, это не мое, лучше я в эту сторону, займитесь этим делом сами. А я перейду в разряд работников. В Псковской области на начало года было чуть свыше 20 тысяч индивидуальных предпринимателей. Уже по состоянию на апрель прекратили работу, по разным оценкам полностью остановились, от 7 до 8 тысяч. Это те люди, которые сейчас стоят на грани полной остановки деятельности и возможного невозврата в экономику. Вот этим 7-8 тысяч МВП, а у них еще есть нанятые работники, то есть это идет речь реально у десятков тысяч людей, вовлеченных в эту деятельность. Для Псковской области очень большая цифра. Чем сейчас можно помочь этим людям под этим, кто остановился? Мы говорили, что есть возможность прописать себя, раз уж государство требует и не откажется от этого критерия в реестре МСП, и тем самым войти в те отрасли, которые поддерживаются государством, и хотя бы на это минимальное пособие, которое государство имеет возможность выплатить, где оно проэнонсировало, его получить. То же самое время, скажем так, раз такая возможность появилась уже и у юридических лиц. Это раз. Второе, они могут тогда просто посмотреть и критически относиться к тому, чем они занимались. Если они видят, что перспектив в их направлении нет, либо измениться и выбрать другое направление деятельности, особенно индивидуальным предпринимателям, которые не имеют наемных работников, что называется, решение, сам себе вопрос задал, сам себе честно ответил. И, в принципе, перейти в другое направление. Или решить, что да, ни там, ни там я не прохожу, значит, у меня ничего не остается, как получить востребованную квалификацию и пойти наемникам к тем, кто сейчас на плаву и кто готов платить реальные деньги. Чей продукт востребован? Вот вопрос, который, наверное, риторический, но его все равно задам. Михаил Темпл спрашивает, видят ли чиновники проблемы бизнеса? Вот вообще, насколько чиновник может понимать проблемы частного предпринимателя? Видит ли они? В нашей стране идет речь. Уверен, что уже едят по той ситуации. Ведь, благо, что они живут в нашей стране и могут наблюдать все это реально по тому, что происходит рядышком с ними. Уверен, что видят, более того, шквал обращений, который идет во все органы, во все инстанции, особенно, скажем так, в электронные средства информации, он не дает, скажем так, ощущения того, что народ безмолвствует. Не безмолвствует. И эти решения, которые пусть с опозданием, хотя мы говорили, что скорость имеет очень большое значение для бизнеса, но все-таки в конкретном выражении принимается та разумная точка зрения, которая, по сути, должна быть выработана изначально. Если грамотно анализировать не только, скажем так, желание, но и четко чувствовать потребности бизнеса и понимать, сейчас, я думаю, уверен, что уже есть понимание, что без бизнеса возрождение экономики просто невозможно. На словах и на принятии, скажем так, неразумных решений, законов бизнес не восстановится. Общий вопрос. Его сейчас задают все, и я почти в заключении не могу его не задать. Как изменится экономика после этой пандемии? Я сознательно говорю пандемии, поскольку идет речь об экономике как глобальной ситуации, экономика всепроникающих процессов, вот есть несколько отраслей деятельности, наука, образование, культура, экономика, которые подполагают всеобщую коммуникацию всех стран. В какую сторону будет меняться экономика с учетом вот тех уроков, которые мы сейчас все получаем, неожиданных? Никто не мог об этом думать еще полгода назад. Я бы хотел верить, что экономика у нас, скажем так, изменится в сторону наукоемкости, внедрения тех научных разработок или их стимуляцию, которые есть, но были почему-то не востребованы в родном отечестве, а вынуждены были внедряться за рубежом. Это раз. Хотелось бы верить. Второе, то, что мы изменим свое отношение к медицине, о том, что это не должна быть медицина 10 дней, 10 дней и на койку, и пошел вон, а это должна быть профилактическая медицина, так, как это было, что бы ни говорили, но в Советском Союзе уровень медицинского обслуживания, уровень заботы о рабочем классе, о трудовом, на роде был более разумным, потому что именно трудовые ресурсы – это основа любой экономики. Следующее, мы должны изменить кардинально подход к образованию. Уж извините меня, но манагеров нам хватает, так же, как юристов и экономистов. В конечном итоге, если мы погрязнем в судах неразумной экономики, то это не способствует развитию реальной экономики. Поэтому переход государства не должно глубоко проникать и давлеть над бизнесом, но оно должно заниматься планированием. И главным заказчиком по мере возможности должно стать государство, чтобы заказчиком, скажем так, продуктов и услуг, ну, товаров и услуг у бизнеса, у бизнеса, у реального бизнеса. Не так, как это происходит, когда каждый по госконтрактам понимает, что есть реальная цена исполнения контракта. Вот, и если товар или услуга стоит 300 тысяч, то когда тебе на торгах цена опускается до 100, ты понимаешь, что это будет не тот товар и не та услуга. Но это почему-то никого не останавливает и ввергается в это. То есть критически подойдем к системе госзакупок. И да, да, должна быть некий барьер, который происходить нельзя, иначе мы никак не перестанем обманывать самих себя и губить бизнес. Вот, понятно, что если бизнес соглашается на выполнение той или иной задачи за сумму в три раза меньше, чем она стоит, значит, он надеется получить какую-то компенсацию в будущем. А это коррупционный фактор. Каким-то путем. А о чем это он говорит? Это, по сути дела, надеется на какой-то коррупционный фактор. Мы ни в коем случае, если мы реально боремся с коррупцией, не должны таким образом это дело стимулировать. разумная грань, скажем так, цены должна всегда существовать. В дальнейшем образование перейдет к тому, чтобы у нас были рабочие, технические персоналы и нормальные инженеры, а не бакалавры и магистры. Вот, в данном случае, при всем, конечно, к специалитету. И та же самая индустриальная развитая страна, они не отказались от немецкой системы квалифицированных инженеров. И когда у тебя стоит в визитке квалифицированный инженер, это воспринимается, что ты работник и специалист реального сектора экономики, а не обо всем и понемногу. Вот есть первая реакция с протестом на это почти заключительное выступление. Максим и Дмитрий пишут почти одно и то же. Вы за государственной экономикой, имея в виду тебя, государство не может быть рынком, только правила регулирования со стороны. Потребитель номер один – человек, а не государство. Нет ли противоречия в том, что ты говорил, и вот реакция. Давайте мы спустимся на нашу грешную землю и посмотрим, что сейчас практически больше 75% реального сектора предпринимательства находятся под тем или иным контролем государства. Государство в этом участвует. Это хорошо? Это плохо. Это плохо, да. Я за то, чтобы бизнес был весь частным, без участия государства или только в тех отраслях, которые просто бизнес не может, скажем так, исполнить. Но есть специфические... В чем функция государства как заказчика? Что она заказывает? Она заказывает товары и услуги. Это тот госзаказ, в котором нуждаются все бюджетные организации. То есть государство выступает в качестве цивилизованного заказчика. Именно так. И обретение товаров и услуг через систему государственных закупок. Да. Более того, я считаю, что у государства должно быть некий госплан, который заранее должен сообщить бизнесу о том, что вот будут такие закупки, и вот на эти закупки он может претендовать. Понятно. Если я верно помню, завтра 26 мая. Да, завтра для бизнеса... Да, завтра особый день. Можно сказать, что завтра праздник со слезами на глазах. Вот в этой ситуации завтра день предпринимателя. Вот там вот за этой камерой, я уверен, смотрят большое число самих предпринимателей. И наша псковская аудитория, я точно знаю, состоит из предпринимателей. И за пределы псковской области нас тоже смотрят иногда в живом эфире, иногда в записи бизнес. Вот есть возможность не то чтобы поздравить, но вот сказать какие-то слова тем людям, чьи интересы вы защищаете, вся система торгово-промышленных палат, в очень трудный час. Вот что бы ты им сказал, вот они там, они сейчас смотрят и ждут, что ты скажешь. Друзья, коллеги, люди, которые занимаются реальным бизнесом, времена бывают разные. Не мы их выбираем, но мы в них живем. Поэтому нам довелось жить в очень сложное время. Мы видели и хорошее, и к сожалению, мы видим то плохое, что происходит, как нас по сути дела, внешние условия лишили возможности заниматься тем любимым, тем интересным делом, которое мы выбрали. Но все проходит. Пройдет и это. Это не мои слова. Поверьте, что это будет действительно так. Это, наверное, показывает нам, что мы должны меняться. Должны меняться к своем отношении, к тем обстоятельствам, которые пытаются менять нас. Поэтому предприниматель – это тот человек, который не может не предпринимать. И это наше счастье и наша беда. Поэтому с бедой мы справимся и будем бороться за счастье. Я уверен, что никто просто так из бизнеса не уйдет, потому что, получив прививку, реализовать собственные идеи, дать возможность, скажем так, найти рабочие места своим коллегам и плоды того бизнеса, который вы делаете, они всегда востребованы. И даже в этих условиях мы уже говорили, что многие-многие бизнес, они не только остались на плаву, но и нарастили свои объемы. Поэтому ни в коей мере не должно быть отчаяния, должно быть осмысленное отношение к ситуации и принятие решений быстрых и, наверное, правильных. Стоит ли оставаться на той стезе, которую вы выбрали, либо с учетом изменившегося мнения поменяться? Я уверен, что все равно предприниматель останется предпринимателем. Я верю в вас и знайте, что ТПП всегда готова прийти на помощь по любым вопросам, которые касаются юридических и других каких-то аспектов. Все, что в наших силах, мы постараемся вам помочь. Но вы должны понимать, что мы не являемся государственным органом, а вместе с вами в единой коалиции можем только отстаивать эти интересы и декларировать их перед теми представителями государственной власти, которые отвечают за создание нормальных условий для работы бизнеса, то есть за развитие экономики и региона, и страны в целом, и, в общем-то, нашей достойной жизни. С наступающим праздником, какой бы он ни был, но это наш день, и другого дня у нас не будет, к счастью. Это был Владимир Зубов, президент Орговой помощной палаты Псковской области. Я хочу обратиться ко всей нашей замечательной аудитории. Многие из вас, друзья, являются участниками телеграм-канала «Извините, процитирую свою фамилию Шлосберглайв». Там сейчас уже почти 300 человек. Вы сейчас увидите еще раз на своем экране плашечку с адресом этого телеграм-канала. Там временами идут отчаянные дискуссии. Я вот если утром посмотрю, что мы дискутировали за ночь иногда, просто диву даюсь, как люди, пока все спали, умудрились столько раз написать друг другу и ответить. Друзья, я стараюсь присутствовать в этом канале тоже. Не всегда у меня получается отвечать на все вопросы, но тем не менее чат в телеграме этого канала – это место нашего с вами общения. Пишите. Я внимательно читаю все, что вы пишете. Давайте и там расширять нашу аудиторию, и там есть возможность задавать вопросы мне, и я на них отвечаю. Это наша с вами прямая связь. И совсем несколько заключительных слов. Друзья, у нас заканчивается май месяц, и хотя у нас эфир сегодня совершенно экономический, но по традиции в конце каждого эфира я скажу несколько слов о помощи, о помощи, которую мы получаем, команда Псковского яблока получает от жертвователей из более чем 65 регионов России. У нас завершается май. Май очень трудный. Мы с вами это видим и чувствуем, как сокращаются возможности людей. Несмотря на это, жители более 20 регионов России, вы сейчас увидите эти наши отчетные файлы, в этом месяце пожертвовали нашей команде уже более 100 тысяч рублей. Нужно еще достаточно много, нужно еще около 200 тысяч для выполнения всех наших обязательств. Май месяца, и, пожалуй, впервые за все время этого года мы с беспокойством смотрим на цифры. Вот сейчас у нас выполнен план на 31%, а 79% не выполнено. Но вот мы тоже, мы люди, которые несут ответственность за свои действия. Мы экономим, мы выбираем самое важное. Я благодарю каждого нашего жертвователя из каждого региона. У нас лидирует традиционно Москва, Санкт-Петербург, Псковская область, Московская область. Большое вам спасибо. Каждому из вас и предпринимателей тоже есть среди наших жертвователей, в том числе и псковских предпринимателей. Спасибо вам большое, друзья. Мы будем до конца месяца стараться максимально выполнить план наших ожиданий. И в рамках всего того, что у нас получится с вами сделать вместе, мы будем продолжать работу. Мы желаем вам здоровья. Это вот, пожалуй, все уже привыкли всю жизнь желать здоровья в первую очередь, но в последний месяц это пожелание приобрело особый смысл. Поэтому в первую очередь, да, в первую очередь мы желаем вам здоровья, как здоровья. Лично вам, вашим друзьям, родным, близким. Берегите себя, будьте осторожны. Все мы разумные люди, угроза еще не миновала. Очень много еще предстоит сделать в медицине для того, чтобы защитить нас. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. Жизнь каждого из вас очень цена для нас. И отдельно я желаю здоровья и Владимиру, я уверен, присоединиться предпринимателям, которые несут ответственность не только за себя, но и за тех людей, кого они приняли на работу, за их семьи и свои семьи. Очень важно преодолеть это время благополучно. Берегите своих сотрудников, создавайте такие условия труда, которые бы максимально снизили риски. Помните, вот так же, как вы отвечаете, мы отвечаем за результаты своей экономической и общественной деятельности. В такой же степени мы отвечаем за безопасность всех тех, кто работает вместе с нами. Давайте заботиться друг о друге и вместе переживать это сложное время. Я благодарю, Владимир, за то, что ты пришел на наш эфир. Я уверен, что представители бизнеса будут с интересом пересматривать его и в записи. И большое спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Эти, между прочим, уже больше часа 20 минут. Так что ваших вопросов было много. Это позволило нам работать долго. Всего самого доброго. До новых встреч. И как это сейчас, здороваться не здороваются, но вот. Да. Да, и самое главное, не терять оптимизма, потому что это то последнее, что у нас осталось и то, что реальный предприниматель никогда не теряет. Знаете, что ни одно государство не может считаться государством, если у него не будет бизнеса здорового, нормального и перспективного. Так что, с наступающим праздником. Всего доброго, друзья. До свидания. До новых встреч. Еще раз всем большое спасибо. Пока. Большое спасибо.